мы сейчас будем немножко разриховываться чтобы добавить скорости все пошло не так прайду привета не ситам привет ту ветра много ту ветра мало в общем сюда мы сейчас и идем и попробуем бросить я конечно сейчас мы будем не кушать мы сейчас будем жрать если мы стояли посредине конечно было бы наверное очень ай-яй-яй почему ты решила туда свернуть там красивый пляж это крит мы сейчас от него отходим уже прошли где-то пять миль наверное нет меньше 3 мили от самого острова и уже под десяточку от сан николас ну что зелененькие как дела не зелененькие ожидаем вот такой у нас яхтинг мы сейчас будем немножко разриховываться чтобы добавить скорости потому что дует нам как обычно в морду но зато в принципе нормально сегодня не фатально потому что ветер чуть-чуть стих вот у нас есть корабль с которым мы идем пересекающимися курсами вот он там вдалеке короче сейчас будем с ним расходиться я думаю что он пройдет впереди нас хотя курсы у нас действительно пересекающиеся а у нас сейчас закат погодка конечно нормальная но мы идем все-таки встречными курсами поэтому мы расходимся корабль называется прайд прайду привет прайду привет одесситам привет вот увидите трек мы вышли вот отсюда поднялись 40 миль и я думал что мы пойдем вот вот так вот с небольшим спуском вниз и дойдем вот сюда это был изначальный план как вы видите по треку все пошло не так потому что тут ветер поменялся он был вот такой стал вот такой мы были вынуждены спуститься вниз опять подошли к риту там где ханя и вот мы идем на маленький островочек вот он и где-то вот тут возможно переночуем здесь такая бухточка есть небольшая возможно получится стать но вот сюда дайте у нас не получилось по ветрам лучше хорошо мы тогда потом отсюда пойдем вот сюда на следующий палец этого пелопоннеса ветер у нас сейчас заканчивается так мы идем под полными парусами погода вы видите какая но на самом деле это очень напрягает потому что ту пусто ту пусто то ветра много то ветра мало что ты выспался иногда на подходе очень тяжело определить сам заход то есть мы подходим мы идем по карте но где именно непосредственно заход визуально определить достаточно сложно вот смотрите как это вот выглядит мыс который выходит вы видите с правой стороны такой большой это уже оконечность острова а перед ним то гора которая чуть чуть левее это перри перед ним то есть получается у нас два уровня первая гора которая левее это передняя и вторая это дальняя между ними будет заход вот так и там будет еще поворот то есть это то что я видел по карте но вот визуально это выглядит вот так нужно будет ближе подойдем я вам покажу и вот он этот эпохальный момент заходим сделали первый поворот вы видите эти камни которые я вам раньше показывал вот они вот и нам открывается маленькая бухточка в которой даже есть домики такая милота в общем сюда мы сейчас и идем и попробуем бросить якорь якорь мы уже приготовили вот он у нас болтается достаем пульт пойдем его на палубу проверяем да он работает обработает все готово ну что серёжа куда мы пришли я не помню как он называет остров доведите не уединение а а а а а а а а подъехал какой-то дядечка и сказал нам чтобы мы взяли веревку такую длинную привязали ее к берегу потому что здесь в 9930 вот через вот этот вход приходит большой корабль фэри который привозит сюда там машины людей и с 9 до 9 30 он будет здесь поэтому и он придет вот на вот этот пирс поэтому нам нужно дать ему дорогу вот мы отъехали в сторону к вода синяя вообще из синие синие хорошо стоим вроде стали я надеюсь что когда мы развернувся мы не будем искал и вот да мне это скала тоже немножко поэтому я думаю что у нас может развернуть сейчас я поставлю превентил все слышишь на якорь цел напрягает но давайте немножко расскажу о том как это все выглядит здесь глубина 15 метров у нас со всех сторон закрывают такие красивые скалы он церквушка наверху и в глубине маленький городок совсем маленький говорят что там есть таверна мы туда съездим сейчас посмотрим тузик мы уже спустили платформу открыли ему обалденное место чтобы искупаться как по мне я сейчас естественно туда полезу ну что девочки как вам виктор уже уплыл аки аки карась ну что классная водичка сейчас мы уже тузик спустили на воду и поплывем на берег вот там волнорез из-за него идет заход и там выход на пляж я видел не на пляж на пирс я видел туда выезжали вот такие вот рыбацкие лодки как он дядечка едет наловил карасей наверное жировать будет мы сегодня будем есть в ресторане скорее всего не нормально будет если мы будем носом туда стоять то будет хорошо если мы будем боком стоять нас конечно будет болтать по полной программе рыба надо сейчас нам будут предлагать рыбу уже сливая тазики вот там в глубин вдалеке короче нету времени нужно идти на берег диночка нужно идти на берег да хорошо я сейчас муж тоже еще искупаюсь вот он такая бухта вот вдалеке видно наша лодка стоит мы то которую раз мы растянули здесь как раз место для ферри вот лодочки и вот место для тузика ну что виктор прикольное место тут тебе нравится нравится да красивенько тут белосиненькая вот и порт полис о сколько котов прикол лодочки всякие маленькие такой маленький милый городишко прикольная церковь наверху ну что мы будем кушать друзья мой я думаю что сейчас мы будем не кушать мы сейчас будем жрать век плезир что мы заказали мы заказали голод и черный картофель не печеный ну какой-то греческий салат короче мы будем сейчас есть в такой маленькой бухточкой которая окруженная он приезжает каждый день с 9 до 9 30 выгружает автомобили выгружает народ и али-бубай как говорят у нас на маврикии этот ионис тут когда начал разворачиваться я начал очень переживать по поводу того что наша лодка стоит сбоку если мы стояли посредине конечно было бы наверное очень ай-яй-яй вот он одновременно закрывает зато мы сможем наш вортовый убрать не будем себе стоять отходит красиво и н и и и Продолжение следует...